Ну что ж, в очередной раз мой совет тому самому Фельдфибелю. Дело в чем заключилось? Именно на этих двух моделях самолета, Boeing 787, мы с ним и повздорили. Он сказал, я не хочу, чтобы ты этим делом занимался. Я сказал, я не хочу, чтобы мне платил те самые 15 тысяч рублей. Потому что то, чем я занимаюсь, мне нравится гораздо больше, чем ваши 15 тысяч рублей. И на этом я закончил мероприятие под названием «А как бы мне хотелось, чтобы я был бы сторожем?». Ну да ладно, то есть я сторожил, я делал самолеты и делал самолеты красивые, которые мне в действительности нравятся. Я не буду говорить, что это идеальный вариант, я далеко не идеальный человек, поверьте мне. Но тем не менее, вот эти все три самолета я красил, и эти были стандартные мои косяки. Потому что я только-только потом узнал, что аэрограф может работать. Я-то знал, что он может работать, но не знал, как это сделать. Хотя у меня был компрессор, естественно, я же не знал, что там он может качать до 7 атмосфер. А получается на выходе только полтора, которые нужно было для покраски. Так я про это и не знал. Я вот эти все самолеты красил от 7 атмосфер до полутора. И именно поэтому иногда кое-что и вылетало. И мне приходилось очень серьезно с ними работать. Потому что надо было это делать, все убирать. Теперь вопрос. К слову о том. К слову о том, что кто-то, который рано или поздно занимался покраской вообще всего чего-то, должен понять, что все эти самолеты были покрашены в белый цвет. Но первоначально они никогда не были белого цвета. Они были светло-коричневые. Не светло-коричневые, а светло-серые. Светло-серые, да. И чтобы хорошо покрасить, вы хоть представляете, сколько здесь ушло. Всего. Всего. Много чего ушло. Но к слову о том, что когда я все это делал до концовки довел, мне сказал один мой замечательный товарищ, Леша, все-таки давай сделай по уму. И мне еще пришлось положиться сюда большим количеством шпаклевки. То есть, грубо говоря, вот эти все модели трех самолетов, это не первые секунды и ни одного дня работа. На каждое из этих самолетов ушло примерно, грубо говоря, ну, понедельки, к примеру. Не торопясь, красиво, чтобы все было делаемо. Исумительно. Другой вопрос. Вот этот средний самолет, который я раскрасил, не раскрасил, слово о декалях. Так почему я их покрасил белый цвет, ну, там, с добавками? Первоначально сейчас расскажу. Ну, то бишь, я купил эти самолеты, это все, вот эти звездовские самолеты были, и у них была маленькая такая проблемка. Ну, такая она проблемка была. То есть, как нужно было бы вот здесь все это дело разрисовать? То есть, это реально серьезная проблема. Это же не просто вывести голубизну, а нет, она еще должна быть с прожилочками, с такими белого цвета. Я не знаю, как это, я не знаю, может быть, кто-то знает, но тут были обыкновенные декали. Но самой расцветки вот этого белого составляющего, этого не существовало. Хоть вы представляете, какой, какая очень нехорошая штука, когда бы мне пришлось все это дело разрисовать, это бы не получилось 100%. Именно поэтому я пошел и заказал в интернете декали. Декали, да. Слово о том, что все эти самолеты как бы не сильно денег-то и стоят. Ну, примерно вот этот 750, может быть, 1000, это 1200, тоже 1200 декалей. И туда, и сюда, и сюда по 1500 рублей. Вот такая неплохая штука, да. И получилось совершенно не дешевые самолеты, даже если мы будем говорить о том, что это делается в России. То есть, вот такая возникает дивная ситуация. Конечно, я взял эти декали. Конечно, я взял декали и для ICM. То есть, вот этот Ту-144, он, ну, там с ним тоже пришлось реально повозиться, потому что он никак не мог нормально вставать. То есть, я вам показывал большую такую бадырь самолета, да. Вот там пришлось, и здесь все же самые дела. И здесь пришлось все ровно будет делать, все красиво делать, чтобы это было красиво, красиво, красиво и хорошо. Чтобы вы поняли, что Алексей, оказывается, не только умеет в свое время заниматься телевидением. Поверьте мне, я и до телевидения кое-чего многое умел, да и, по сути, благодаря тому, что мне пришлось некоторое время быть сторожем, я и посторожить научился, я и машину могу делать. То есть, мне говорят, почему в автостопе нет, как бы сказать, сюжетов о автомобилях. Я говорю, да они есть. Даже сейчас, чуть-чуть попозже, чуть понемножку я вам объясню, какие можно будет делать сюжеты. У нас народ не совсем понимает, что лучший – это вариант только телевидения. Все думают, что интернет. Поверьте мне, интернетом вы ничего не заработаете. Что такое интернет сейчас? Я, если честно, у нас некоторые проблемы сейчас возникли с государством. Вот, я все сюжеты смотрю по единственному правильному каналу, который, в принципе, мне никогда не врал. Ну, у него там были свои косяки, ну, да и шут с ним. Почему? Потому что, как правило, Министерство обороны особо врать-то и не будет. А что творит интернет? Вот, что творит интернет – это другая тема разговоров, которая, в принципе, мне не всегда-то и нравилась. И поэтому я вам говорю, что лучше смотреть качественные сюжеты. Мои сюжеты, естественно, это качественные материалы, которые я готовлю, и готовлю очень-очень серьезно. Лучше смотреть уникальные и замечательные кадры, чем всякую бурдымагу, кое очень-очень много дебрих интернета. Поэтому, рано или поздно мы к этому делу вернемся, рано или поздно мы вам покажем, что суть проблемы – это суть вашего отношения. Если вы хотите крутизны, поверьте мне, ничего круче, чем телевидение не существует. Об этом говорит вам. Ну, примерно три такие мелкие, самые мелкие конторы. Одна из них продает бургеры, может, вы слышали или не слышали, да? Другая продает KFC, не слышали про такое? Ни в коем случае вы про нее не слышали. Третья, которая контора из маленьких, естественно, продает McDonald's. Не слышали про такое, да? Там еще две конторки есть, одна продает Pepsi. Не слышали про такое? Нет, не слышали, да? Ну, одновременно она еще и Лейс продает. А про Coca-Cola вы тоже не слышали? Так вот, умные, грамотные конторы работают только с телевидением. Чего и я вам желаю, тех, кто хочет, во-первых, себя показать и привлечь людей. А я это делать умею.